привет 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 песеро с вами морж продолжаем готовить наши составы к переходу в ефутбол 2022 mobile я уже не раз рассказывал какие игроки перенесутся какие не перенесутся на всякий случай в закрепленном комментарии оставлю ссылку если ты не в курсе как там что чего перейди по ссылке посмотри видео все там подробно расписано и разобрана разгар разговаривали мы с вами уже про нападающих разговаривали мы с вами про полную защиту настало время поговорить про вратарей и защитников собственным самые дорогие у нас игроки это конечно же нападение нападения тем не менее и вратари тут не присутствует но давайте все немножечко по порядку будем разбирать каких игроков стоит под 22 часть себе иметь потому что как вы знаете обычные игроки получат у нас контракт на 365 дней в отличие от легенд и икон при этом обычные игроки часто качаются даже лучше чем сейчас фиалки которые выходят поэтому поэтому нам придется играть вот такими игроками и я считаю что сейчас гораздо легче подготовить свой состав 22 части чтобы чувствовать себя комфортно значит так начнем мы с правых защитников самый дорогой у нас канцела чуть дешевле арнольд плюс карвахаль на вас каким-то образом сюда попавший аспен квадрата волкер пауард ну и так далее что у нас по самым дорогим можно сразу сказать да неплохо будет иметь их составе но я использовал бы не их по канцела кое что умеет скорость и ускорение кое-что умеет защиту но сами видите статы не прям замечательные зато достаточно неплохо будет идти в атаку и есть у него очень даже хороший пас навесом то есть если вы играете через фланги конечно именно этот парень не вам пригодится 27 уровней всего у него 26 то есть прокачается это будет у него 52 стата который можно раскидать то здесь вполне спокойно выгоняется скорость и ускорение где-то к 85 плюс подтягивается защита плюс конечно здесь нужно будет закидывать в пас но мне он нравится мне особо хорошо сильно далее у нас арнольд конечно же конечно же великолепный пас навесом 86 кое-что по скорости аналогично кое-что по защите практически такой же знаете как их как и канцела единственное вот стиль меня смущает специалист по навесам если я не ошибаюсь если я не ошибаюсь на правом защитники он не работает он работает на правом полу защитники и правом нападающим поэтому arnold как-то на правом защитники смотрится ну не совсем уж хорошо не без стиля карвахаля и навоса я бы пропускал а вот кого бы я брал на право защитника ну во первых вы знаете я люблю обороняющихся защитников если брать обороняющегося защитника то это конечно или повар или можете в комментариях написать я думаю вы знаете о ком я говорю здесь у нас все хорошо пустотом защиту есть скорость ускорения аналогично все это выкачивается 31 уровень он имеет то есть 30 уровней прокачается и будет иметь 60 статов который мы сможем раскидать повар хорош повар классный 186 сантиметров здесь у него все хорошо при этом он кстати может стать и на центрального защитника и на центральном защитник он тоже будет показывать себя вполне себе неплохо и рост у него в принципе какой-никакой есть и скорость и ускорение и умение в защиту конечно пас навесом здесь хуже пас низом здесь хуже но этот парень будет отрабатывать в оборону если же нужен человек который будет прям нестись в атаку на дичайшей скорости это хотиме из psj 84 83 скорость ускорения на первом уровне плюс она естественно прокачивается 33 уровня 32 будет на прокачку это 64 стата но в защиту как вы видите умеет он так себе опасно весом кое-какой есть но тоже далеко не классный я же для себя выбрал у меня что на основном аккаунте что на самом деле на аккаунте где я пишу исповедь новичка денег особо нет вот видите 112 тысяч висит но здесь у меня хотя бы защита уже укомплектована я для себя выбрал конечно же ван без саку потрясающая просто у него карточка была у нас 21 части здесь же смотрите и в защиту умеет хорошо ну да умение защищаться 64 тут конечно такое себе зато подкаты 83 агрессия и вовлеченность по 74 при этом изначальная скорость 82 плюс ускорение 78 плюс стиль обороняющийся защитник как я люблю короче я для себя и выделил без саку давайте 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 сходим к левым защитникам у меня кстати по правому защитнику еще один советик будет но когда мы будем разбирать центральных не вот по левым защитников значит самый дорогого нас робертсон потом альба гурера газ госсенс ну и так далее сами видите по самим с нападающими защита стоит у нас на порядок подешевле по робертсону тоже опять же классный пас навесом но не то чтобы сильно хорошее умение в защиту до 31 уровень 30 прокачается 60 статов вытянуть более-менее можно но опять же на лем защитники использую другого парня из баварии я думаю вы догадались о ком то конечно же это не дэвис и вот при этом есть скорость и ускорение и хорошая выносливость альба у нас уже старичок тем не менее тем не менее вот такие статы он имеет хорошая скорость неплохое ускорение в защиту тоже не то чтобы прям особо умеет то есть будет больше поддерживать атаку если для вас важны важно чтобы защита именно поддерживала фланги атаки ваши то я конечно бы его рекомендовал значит ирнадеса его естественно я брал для основного состава 184 сантиметра хорошие показатели скорости и ускорения которые еще выкачиваются 35 уровней то есть 34 на прокачку это 68 статов это много классные показатели в защиту есть даже кое-какой пас низом в принципе и баланс присутствует и выносливость присутствует и на центральном защитники он сыграть может так что за универсальность я тут абсолютно отдаю свое предпочтение эрнандесу он действительно крутой ну можно взять еще эрнандеса из милана этот наоборот не слишком будет иметь защиту что будет очень хорошо бежать вперед ну и тоже опять же если вам нужен бегунок на левый фланг то стоит обратить внимание на альфонсо дэвиса мне 84 скорости 84 ускорения на первом уровне это охренительные показатели хотя конечно сами понимаете в защиту он будет не уметь от слова совсем зато на левого полузащитника левого нападающего может стать ну вдруг вам это каким-то образом нужно больше по левым защитникам я особо никого бы номер манди можно до выделить из реала в принципе тоже скорость ускорения неплохо на защиту кое-как можно будет подтянуть в принципе может быть интересным товарищем а больше выделять ну у меня по крайней мере кого-то не получилось переходим к центральным защитникам а здесь здесь у нас будет работать вещи что дорогой не обязательно клевый самый дорогой у нас ван дек почти полмиллиона он стоит потом маркинис потом кулибали что мне не нравится по ван деку папа ван дейку смотрите 16 уровне у него всего то есть 15 прокачается 30 статов будет ускорение здесь нормально выиграть не получится хотя бы даже до 75 да он большой да он корпусный да у него неплохие статы в защиту но ускорение в этой игре неимоверно просто решает и поэтому от ван дейка я бы отказывался да он у меня будет составе не вопрос он естественно у меня есть мобильной версии вот как и маркинис но я бы предпочел например кулибали тут все таки все таки ускорение 70 уже практически со старту плюс 18 уровней он прокачает то есть 36 статов будет при этом 187 сантиметров нормально все хорошо хороший корпус но я бы все-таки отдавал предпочтение кулибали рамос вполне себе неплох как вы понимаете в 20 части у нас ушла вот это вот прокачка что чем моложе игрок тем больше он качается то есть здесь и рамос будет до хрена качаться а не какой-нибудь молодой защитник а я же для себя не выделял во-первых стоит выделить алабу у него универсальность он может сыграть и левого полузащитника и левого защитника и центрального и опорника и центрального полузащитника при этом у него посмотрите да нет зеленых статов но и все более-менее прокачано у него 22 уровня 21 он прокачается 42 стата будет ему можно нормально выгнать скорости ускорения ему можно нормально выгнать защиту вот при этом и по снизам и по сновесам у него присутствуют поэтому чисто универсал вот тот универсал который будет сидеть на банке и закрывать у вас проблемные позиции алабо реально маст хэвный персонаж я думаю на основном своем аккаунте ну когда мне денежек побольше будет я его возьму основу же моих моего защитного ряда сейчас составляет варан тоже он практически 70 ускорение имеет на первом уровне и неплохие статы в защиту опять же все прокачивается все выгоняется хороший рост и бежит и отбирает и вот варан действительно сейчас один из лучших защитников за который за которых я играл при этом стоит он всего 180 тысяч и вторым защитником которую тоже у меня есть я бы выделял рюдигера я не просто так ребята делаю именно большой акцент на скорости ускорения ну действительно вот сколько мной в 22 части на их она это нереально решает у рюдигера то же самое практически что у варана 190 сантиметров хороший показатель защиту и хорошая скорость ускорения со старту которая естественно выгоняется и он он становится более приятный плюс вот рюдигер и варан это сейчас моя основная пара центральных защитников ну и еще одного центрального защитника я хотел бы для вас выделить сейчас я его найду он не приписан ни к какому клубу и имеет национальности германия я думаю вы догадались о ком я говорю а может быть и не догадались это клостерман 70 тысяч он стоит мне что же в нем хорошего смотрим скорость ускорения очень даже до в защиту не то чтобы хорошо умеет но при том но при этом он может стать на правого защитника него и при росте 189 на позиции правого защитника он очень даже будет хорошо себя показывать я раскидывал его статуи собственно на сайте докачивается он до 89 если я не ошибаюсь там 88 89 примерно поэтому аналогично как алаба универсальный товарищ который может закрыть тебе позицию центрального защитника и правого защитника я думаю может пригодиться тем более за такие деньги явно стоит его брать ну и вратаре вратаре наверно самая рандомная позиция которая есть у нас в каждом песен она такая значит самый дорогой у нас облако качается он чуть ли не до 96 по моему вот ну в принципе в принципе брал бы я его как основного вратаря я рассматриваю куртуа опять же чисто опыт игры в двадцать вторую часть очень сильно решает рост поэтому я бы брал куртуа плюс мне импонирует стиль обороняющийся вратарь тут два метра почти ростом не вратаря качать легче всего там у нас всего три вратарских навыков вот их раскидываете просто по среднему да и все но остальные остальные не знаю донорума мэнди кстати часто попадается мне в матчах у противников очень даже неплохо стоит у меня кто меня у меня а у меня этот из арсенала стоит на основном аккаунте и лафон стоит на аккаунте с новичками тоже вполне себе тащат если на хороших стрелках тут сложно что-то сказать вы сами знаете вратаре это полнейший субъектив поэтому поэтому стоит просто запастись вот этими дорогими а потом уже а потом уже вы сами по игре не решите кто вам нужен мне кажется это будет самое логичное решение в принципе ну и вот так выглядит мой основной состав там где я вкидывал и золотишко вот он люди гиреваран в центре эрнандес на левом и справа без сака тут у меня рамсдейл ну я думаю я его поменяю на курту опять же когда будут денежки по запасным есть вот салиба да и вот это до 85 6 можно прокачать но сами понимаете когда тут уже игроки по 90 это будет достаточно напряжно аналогично как и бадиша и на какое-то время они мне пригождались но дальше дальше не пошло ну и ботман у меня тут тоже есть надеюсь это видео было вам полезно ребят готовимся к 22 части по инсайдам она выйдет где-то после 19 мая так что время еще есть и набить нужных игроков и открыть открывать драфбокс и в общем подойти так сказать во всеоружии надеюсь это видео было вам полезным вы сделали какие-то выводы и вы сделали какие-то пометочки меня это больше всего радует ну пиши в комментариях на кого какую линию защиты ты видишь у себя на 22 части с удовольствием почитаю на этом прощаюсь как всегда можешь как всегда пока пока